Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сейчас у нас проходит тренинг по уникальному мануальному массажу и мануальному воздействию на человека. И в данном видеоролике мы рассмотрим такие приемы, которые сокращенно называются PIR, расшифровка этой аббревиатуры, постизометрическая релаксация. Когда они применяются? Они применяются тогда, когда мы не можем... Ну, во-первых, как самостоятельное лечение. То есть, если, например, нет времени длительно делать массаж, то просто эти приемчики поделали, а они буквально по минуте каждый прием делается. И у человека сразу идет облегчение. Либо, как усиленная формула, после массажа мы размяли, ну, до чего-то не дотянули, все равно какие-то спазмы еще остались, да? Или какие-то глубинные мышцы, которые мы туда не можем залезть, в ягодицы или вот там мышцы брюшины, вот с той стороны мы не можем залезть, да? Тогда мы применяем вот эти техники. Ну, вот я покажу вам несколько приемов самых эффективных. Если у нас синдром грушевидной мышцы, да, зажата ягодица и идет ущемление себя дальше в нервы, эшиалгия, да? Вот эти мышцы напрягаются тогда, то есть она вот так идет, да? Вот я снов покажу. Вот она и вот, да? Соответственно, она приводит ведро вот туда-назад, понимаете? Для этого мы просим пациента собраться с ягодицами. Напряги их, ягодицы саживаем сильно, вот сжал. Получается вот два бугромышества, да? Мы их пытаемся в этот момент раздавить в разные стороны. Раз, раз, в отцелении. И быстро расслабляемся. Подожди, подожди, подожди. Предупреждаем пациента, что надо это делать вместе, одновременно на вдохе. Вдыхаем, напряглись и расслабились. Когда я скажу, расслабились, отпустили, то быстро расслабляемся, быстро. Давай еще раз вдох. Расслабься, еще раз вдох. То есть вот разведаем все силы в разные стороны. Еще раз вдох. Вот пациент очень хорошо в данном случае делает, потому что у него даже бедра поворачивается внутрь. Все вместе напрягает. Это очень правильно. Расслабить поясничные мышцы, да? И вот там у меня брюшные. Мы предлагаем пациенту, попробую сначала рукой берем его за тазовые кости, а, предположим, рукой в ребра. Но он должен сопротивляться, сопротивляться только тазом. Вниз, вниз, вниз. О, хорошо все, расслабились, пропустили. А тут приподнимемые ребра вот эти. Нет, ни лопатки, и ребра. Нет, нет, опять ни то. Не всю спину, а только в бок. Вот, вот так вот, видите? То есть подготовили человека, потренировались с ним. Ну, может быть, там идет минутка, чтобы ему объяснить, как делать, да? А теперь смотри, подожди, как пациент. Я буду одновременно давить сюда, ты ребра поднимай, а таз поднимай вверх, ты таз спускаешь вниз. Да и тазом шерей. На вдохе еще раз. Выдохнули. Еще раз. Ну, вот, три-четыре раза на каждый прием достаточно. Ну, соответственно, в противоположную сторону. Дави тазом вниз. Нет, вниз, вниз, нет. Вот тазом вниз, а? Все, да, подожди. Тазом тока. Теперь одновременно с рубрами. Таз вниз. О, расслабились в поле. Вдох. Расслабились в поле. В данном случае мы видим, что пациент этим бедром, давит достаточно слабо по сравнению с этим бедром, да? Соответственно, проблема, видим, в брюшных мышцах спереди. Это отдельно случаем. Мы как бы себе берем, мотаем на ус, и потом будем этой стороне ягодиц и паховые мышцы больше взять внимание. В следующий раз. Так, еще какие есть приемы? Переворачиваясь на спину. Самое сложное, это у нас ягодицы. И, кстати, область малого таза. Редко какие... Редко какие массажисты до этого добираются. Вот здесь мы, смотри, будем давить в это плечо. Понимай плечо вверх. Силы. Все-все. Расслабись. А здесь вот только аккуратно давить, чтобы длину флозу не пережать. в косточку, но и мягко, да. Расслабились. Ага, правильно. Вот сейчас бедро поднимаешь правильно. Еще раз. Расслабились, упали. Еще раз. Упали. Еще раз. Причем, согни. Упали. Еще раз. Упали. Фух. Вот еще в каких случаях, я рекомендую, это применяется. Когда человек пришел зажатый. Вот видите, он такой прям весь какой-то на спазмах, на стрессах такой, да. И до того, как делать массаж, вы можете просто его положить. Вот так быстренько пару минут, там, пять минут, да, потратить, ослабить. А потом уже делать массаж. Поворачиваете его обратно, животном вниз, попа кверху. И делаем массаж. Вот еще очень полезный прием на простату и на коленки, как может, ближе к себе, в смысле, пятки, да. Вот. И на мышцы тазового дна, с той стороны, которую выстилают подвздошные кости. Вот они идут от пяти позвонков нижних, крепятся к внутренней части подвздошной косточки, да, и крепятся к ногам. Они поднимают ногу вверх и отводят ногу в сторону, вот туда. Эти мышцы, про них вообще редко кто говорит. Смотри, я буду раздвигать колени, а ты соединяй ноги вместе. Раздвигаем. Ослабились. Еще раз. Очень мощная техника. Вот у меня хорошие мышцы, если работаете, рабочие, рабочие, значит, простотида нету. И такой вот приемчик. Расслабь ноги, расслабь. Теперь просто расслабь, они падают, 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 падают. Насколько могут. Пятки вместе, да. И вот мы покачали крестец расслабления мышц крестца и тазового дна. И в крайнем позе надавили. Ну, постизематических приемов очень много. И для расслабления шеи это мы отдельно рассмотрим, да, и для расслабления ног. Ну, вот этого комплекта, который я сейчас показал спереди-сзади, как правило, достаточно. Итак, с вами был Олег Аллаф-Гудвин. Записывайтесь на наши тренинги и познавайте все на натуре, на практике. А видео смотреть бесполезно, вы тут ничего не научитесь.